Встреча с теми, кто приехал из зоны СВО, волонтерами, неравнодушными жителями, проходят вот так, неофициально, по-домашнему, за чашкой чая. Александр с позывным пчела, житель Лопатина, сейчас находится в отпуске и параллельно собирает оборудование, необходимое для ведения боевых действий. С этой целью он и пришел в администрацию округа. В насущном списке, это то, что я скажу, ФИПВ-дроны нужны в любом количестве, в котором предоставить, это чтобы ребята работали. Летняя форма, пауэрбанки, это также для БПВ-шников большим объемом. Ну и эвакуационный автомобиль вообще сейчас просим, пытаемся найти, потому что, к большому сожалению, враг не дремлет, враг не спит, поражает нас тоже ФИПВ-дронами. Александр – опытный боец и прекрасно ориентируется в номенклатуре тех или иных устройств. На встрече присутствовала супруга еще одного участника СВО. Она также пришла с просьбой помочь приобрести приборы радиоэлектронной борьбы. Разобраться с нюансами ей помог Александр. Спросила в первую очередь РЭБа. Но список вы видели командира, который он написал? По изучению того, что нам нужно, мы смотрели вот эту вот гарпию, в его 8-канальном, 8 тысяч капель. Но вот Саша советует что-то другое. Правильнее будет, допустим, взять 8 глушилок, но чуть подешевле, расставить их там по линии боевого соприкосновения. И они будут работать на более расширенный купол, чем одна, которая будет работать на 100-200 метров. Заместители главы Ленинского округа Татьяна Квасникова и Эдуарда Радушкин тщательно фиксируют просьбы сегодняшних посетителей. Тем более, что в зоне боевых действий каждая деталь может иметь решающее значение. Очень было просто удивительно и приятно, удивительно слышать, насколько вы можете унифицированно и детально рассказать о тех потребностях, которые имеются. Поэтому, когда с профессиональной точки зрения вы подходите и говорите, что вот именно это будет действенно работать там, это, конечно, здорово. Спасибо большое. Вот в таком формате и хотелось бы дальше сотрудничать. Еженедельно десятки тонн грузов отправляются из Ленинского городского округа в зону проведения специальной военной операции. И эта работа не остановится до самой победы. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова